Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Антон Токарев, компания Fresh Forex. Сегодня пятница и уже по традиции мы проводим более углубленный вебинар, посвященный одной из тем касательно торговли на финансовых рынках и рынка Forex в частности. Пожалуйста, отпишитесь, если меня хорошо видно и слышно, и будем начинать. Сегодняшний вебинар будет не совсем обычным. Мы разбираем достаточно интересную тему, на мой взгляд. Во многом это будет продолжение того, о чем мы говорили примерно две недели назад, позапрошлую пятницу, когда разбирали торговлю по методу Price Action, где мы говорили о достаточно интересных вещах, и сегодня кое-что из того, что мы разбирали ранее, мы тем или иным образом упомянем. О чем мы говорили две недели назад? Мы разбирали, что такое алгоритм, что такое фильтр, учились строить торговую систему, разбирали паттерны, и мы выяснили несколько достаточно важных для торговли вещей. Итак, мы разобрали, что такое алгоритм. Мы выяснили, что алгоритм торговли на финансовых рынках состоит из четырех основных моментов. Первый – это точка входа, вторая – точка выхода, далее объем позиций, и под звездочкой мы указали введение позиции, где в скобках у нас было локирование, трейлинг, трейлинг-стоп и методы усреднения. Сегодня о некоторых вещах мы поговорим более подробно. В частности, в позапрошлую пятницу мы разобрались с точками входа, то есть мы разобрали основные паттерны Price Action, то места, где нужно входить, подумали, почему цена ходит тем или иным образом, где лучше всего войти в рынок. Сегодня мы поговорим о точке выхода, то есть когда позицию нужно закрывать, и также более подробно разберем процесс введения позиции. Начать я бы хотел не совсем стандартно. Во-первых, то, к чему мы должны прийти в конце вебинара, о цели скажу сразу, мы должны доказать гипотезу о том, что минимизация убытка ведет к максимизации прибыли. Это золотое правило экономики, которое, в общем-то, все знают, но к которому очень многие, я бы сказал, большинство приходит спустя достаточно продолжительный период торговли на Форекс, торговли на финансовых рынках. Прежде всего, перед тем, как перейти непосредственно к теории и тем наработкам, которые я подготовил к сегодняшнему вебинару, я бы хотел, чтобы мы вместе с вами и я разобрали пример, который показался недостаточно интересным, который, опять же, я нашел на достаточно недавнем графике. Графики фунт-доллар. Итак, понимаю, что презентация в комнате выглядит очень мелко, поэтому, чтобы видеть детали, можно увеличить изображение соответствующими кнопочками в центральной части. Я выбрал один день, один день из жизни Форекс, если можно так выразиться. Дату сейчас назвать не буду, давайте попробуем честно разобраться в фазе рынка, давайте разберемся, как ходил рынок и что можно было делать в данной конкретной ситуации. Я подготовил несколько слайдов и сейчас будем разбираться в конкретной ситуации, разбирать так называемый кейс. Итак, прежде всего, перед тем, как мы открываем торговый день, многие делают некоторый премаркет, многие не делают, но, тем не менее, то, без чего нельзя, на мой взгляд, жить и торговать на рынке Форекс, это фундаментальный анализ, который сводится хотя бы к анализу предстоящих событий на текущий день. Итак, что мы видим? День будет не слишком насыщен на события, особенно в еврозоне и США. Тем не менее, так как мы будем разбирать фазу, дать валютную пару фунт-доллар, нам крайне важны новости по Великобритании, которые, судя по новостной ленте, выйдут в 11.30 по московскому времени. Какой вывод из этого мы можем сделать? Вывод в том, что в 11.30 и ближайшие полчаса после этого момента на рынке ожидается достаточно сильное движение, высокая волатильность, на которой можно будет, опять же, как заработать, так и потерять. Нужно в любом случае учитывать это в виду. Безусловно, те, кто торгует без фундаментального анализа, не используя, очень редко следят за конкретными цифрами. Итак, давайте разберем конкретный пример. Перед нами график фунт-доллар. Сейчас попробуем разобраться, что происходило на рынке непосредственно перед нашим кейсом, непосредственно перед нашей торговлей. Итак, мы видели движение в достаточно крупном диапазоне, видели небольшой, точнее, довольно приличный отскок от какого-то нижнего уровня, от уровня поддержки. Видим пивот бар, о которых мы разговаривали в прошлый раз. Это скорее волчок. Ну, опять же, разворотная свечная модель, от которой цена достаточно хорошо отбилась, и после коррекции началось восходящее движение. Несколько белых свечек подряд, и на текущий момент, представим, что это реальная ситуация, на текущий момент у нас формируется черная свеча, черный бар. И давайте подумаем вместе, что мы можем делать в этой ситуации. Опять же, заранее могу сказать, что в конце нашего вебинара мы еще раз разберем этот кейс уже с теми наработками и с теми выводами, которые сделаем в ходе предстоящего часа. Итак, давайте попробуем в чате высказать какие-то мысли, кто что думает по поводу конкретно данной ситуации на рынке. Есть ли или нет смысла что-то делать? Если мыслей нет, я выскажу свои, пойдем дальше. Опять же, приветствую любое активное участие. Это будет лучше как для меня, так и для всех остальных, и для вас в том числе. Первая мысль, насколько я понял, sell. Логично, что вот здесь мы видим небольшой уровень. Подошли к линии сопротивления. Согласен. Довольно разумный вывод. Особенно радует, что примерно там, где сейчас находится курсор, там видна линия сопротивления, которая, правда, уже отыгралась в будущем. То есть мы видим, что от этой линии вот здесь вот зона продаж, зона набора позиций, которая уже достаточно хорошо отыгралась. Многие трейдеры считают, что предыдущей зоны сопротивления или поддержки торговать уже нет смысла, поскольку они уже отработались. И отскок в будущем от этих зон, то есть примерно в этой зоне, отскок в будущем от данных уровней уже не имеет никакого под собой практического обоснования. Но, опять же, мысли две. Либо, точнее, торговых идей, по сути, две. Либо продажи от уровня сопротивления, либо buy-stop, как говорит Александр, от припробового уровня сопротивления. В общем-то, обе идеи имеют право на жизнь. Перейти на меньший таймфрейм. Опять же, да, меньший таймфрейм я в данной презентации не указывал, но можно примерно представить, что в данной ситуации происходило. Давайте посмотрим следующий слайд, как развивался рынок далее. Мы видим, что те, кто продавал от этого уровня, имели возможность заработать. Здесь сразу две свечки. То есть сначала была довольно весомая черная свеча, и за ней сразу белая, возврат к данному уровню. Опять возврат к предыдущему уровню. Представим, что мы уже находимся в продаже. Что мы делаем дальше? Какие варианты? Знаю, что Комди немного потормаживает чат, поэтому буду делать небольшие паузы. Ждем. Неплохой вариант. Те, кто еще не зашел в позицию, могут подождать. Опять же, от себя могу сказать. Та же самая ситуация, что и на предыдущей свечке. Те, кто продал от текущего уровня и не закрыл позицию, находятся в нулях. Те, кто или закрыл позицию после предыдущей свечки, либо частично ее закрыл, находятся в небольшом плюсе. Те, кто еще не находится в позиции, могут открыть новую короткую позицию, либо ждать пробоя наверх. Опять же, напомню, что впереди нас ждет новость. Данная свечка, насколько я помню, по-моему, 10-часовая. Здесь на графике довольно плохо видно, так как график довольно мелкий. Давайте продолжим. Что было дальше? Дальше еще одна черная свеча, причем довольно большая. Те, кто сидел в короткой позиции с самого начала, неплохо заработали. Те, кто продавал от предыдущего уровня, от предыдущей точки, также находятся в плюсе. Те, кто частично закрывал на предыдущей свече, также находятся в плюсе. Те, кто ждет, ничего не заработали, ничего страшного. Давайте далее. Далее такая ситуация. Смотрите, что видим. Цена отбилась от уровня поддержки, который формировался в течение предыдущего графика. То есть здесь мы можем привести небольшую линию сопротивления. Какие действия здесь? Я думаю, что самое верное здесь – это в любом случае зафиксировать позиции, поскольку мы видим, что свечная фигура волчок, свечная модель, также довольно большая нижняя тень может говорить нам о том, что здесь набирали длинную позицию в преддверии новости. Опять же, я думаю, что вы со мной согласитесь и самым реальным вариантом здесь будет закрыть позицию и переждать. Опять же, впереди буквально на следующей свечке нас ждет новость. Перевести в безубыток – также отличная идея. Об этом мы поговорим чуть позже. Да, перевести в безубыток – неплохая идея, но опять же, я больше склоняюсь к фиксации хотя бы части прибыли. Опять же, из-за преддверия новости. Давайте дальше. Вот выходит новость. Не знаю, насколько хорошо видно на графике, но у нас рисуется большая белая свеча, причем это только начало, насколько я понимаю. Рисуется большая белая свеча, которая вновь возвращает нас к предыдущему уровню сопротивления. Что делать здесь? Опять же, видится два варианта – либо покупка, либо продажа, как и в любой ситуации на рынке. Что мы видим здесь? Цена снова вернулась к уровню, от которого цена уже отбилась три раза в ходе торговли в предыдущие три часа. Либо цена становится на этом уровне и отобьется вниз, либо цена пробьет его и пойдет вверх. Мы не знаем. Рисковые трейдеры могут прямо отсюда продавать. Чуть менее рисковые – ставить байстоп наверх, как уже говорилось об этом ранее. То есть ставить лимитный ордер на покупку чуть выше уровня сопротивления. Более осторожные переждут новость и посмотрят, какая будет дальше реакция. Опять же, пока я говорю, очень желательно писать какие-то комментарии в чате свои. Опять же, новые идеи всегда приветствуются. Давайте смотреть далее. Цена пошла еще выше. Те, кто открыл байстоп, те, кто поставил байстоп, сейчас находятся в плюсе. Цена пробила уровень сопротивления и идет дальше. Какие цели? Здесь вопрос по аудитории, на который я хотел бы получить ответ. Какие цели при подобном пробоем мы можем использовать? На что полагаться при закрытии позиции? Какие варианты? Есть вариант закрытия руками прямо здесь. По поводу модели. Кто-то говорил о двойной впадине. Здесь, честно говоря, я не вижу. Хотя вот здесь, внизу, где-то можно увидеть двойное дно. По поводу голова-плечи я не вижу. Скользящий стоп трейд или трейлинг стоп? Как вариант? На новостях действительно трейлинг стоп неплохо, возможно, неплохо работает. Об этом чуть позже поговорим. Двойное дно, да, согласен, есть. Ждем сигнала. Давайте дальше. Спасибо за мнение. Жирной чертой я отметил уровень целой котировки. То есть котировки оканчиваются на нули. Сейчас точно не могу сказать, какая именно эта котировка, потому что очень нечеткий график. По-моему, это 1.6300. Точно сказать не могу, но в любом случае это круглая цифра. Круглая цифра в рамках вебинара по Price Action мы говорили, что это довольно весомый уровень поддержки или сопротивления, поэтому в любом случае стоит брать в расчет. Что мы видим здесь? Цена чуть-чуть не дошла до уровня. И мы видим небольшую верхнюю тень, то есть небольшой откат. Такие варианты здесь. Особенно интересует, что делали те, кто не успел войти в позицию, вот здесь, то есть немного не доходя до уровня. Понятно, что те, кто, возможно, увидел остановку цены в данный момент, потому что мы не видим движения графика в реальном времени, возможно, кто-то успел войти в короткую позицию. Теперь мы видим откат. Что делать? Продавать и ждать дальнейшего пробоя наверх. Закрыть часть позиции. Опять же, отличный вариант. Очень приятно, что многие пользуются этим инструментом, который как раз-таки доказывает нашу гипотезу, которую мы привели в самом начале. Ждать пробоя. Опять же, тоже вариант разумный, поскольку, как мы все знаем на новости, движение может быть очень весомым, и мы точно никогда не можем предсказать, где оно закончится. Давайте смотрим следующий слайд. Что произошло дальше? Цена-таки пробила уровень нулей. И немного его превзошло. Здесь не буду мучить, просто посмотрим, что было далее. Опять же, как вариант, возможно, так бы сделал и я. Я бы продал от этого уровня, поскольку, как правило, нули так быстро не пробиваются, и просто у рынка не хватит горючего для того, чтобы удержаться выше этого уровня, и обязательно последует откат. Еще одна идея, связанная с действием буков и медведей в данный момент, это то, что быки не смогли набрать достаточную позицию, и в любом случае нужен будет откат для того, чтобы добрать и докупить для дальнейшего движения вверх. Смотрим далее. Действительно, цена ушла вниз от уровня нулей. Довольно весомая черная свечка, которая, как видите, закрылась без нижней тени. Напомню, что это часовой таймфрейм, поэтому здесь у всех было время подумать, но пока это возможно. Итак, мы просмотрели одну черную свечку, и следующий также открывается черный. Что будет дальше? Опять же, те, кто подавал от уровня нулей, сейчас находятся в неплохой прибыли. Возможно, будет вариант фиксировать часть позиций, и никто не осудит людей, которые сейчас фиксируются. Опять же, уже все находятся в неплохой прибыли, поэтому цена каждого дальнейшего риска довольно высока. Для наглядности я нарисовал здесь уровень Фибоначчи от начала тренда к его концу. Началом тренда я пометил самую нижнюю точку, локальный лоу. Там, где как раз говорили о двойном дне, откуда можно было покупать, верхом отметил верху вот эту восходящую тенденцию. Мы видим, что цена сейчас находится на первом уровне отката, то есть 22,6, и немного остановилась на этом уровне. Что дальше? Видите, что цена концентрируется на этом уровне, то есть первая коррекция послужила неплохим уровнем поддержки и уже уровнем сопротивления, так как цена перешла через этот уровень. Что делать здесь? Здесь хотел бы услышать мнение. Давайте подумаем, есть ли смысл дальше продавать, либо здесь идет набор позиций на покупку. Ждать. Лонг с коротким стопом. Тогда возникает вопрос, куда ставить стоп. Это то, о чем мы сегодня собираемся говорить на вебинаре. Где и когда и куда ставить стопы. Вот очень интересно было бы услышать, Артем, ваше мнение по поводу короткого стопа, насколько коротким он должен быть и куда его ставить. Зеркальный уровень я поспорил. Вы имеете в виду вот эту зону, да? Вы имеете в виду вот эту зону пивотов? Возможно. Возможно, спорить не буду. Но опять же, мы помним, что это фундаментальная новость, на которой предсказать рынок достаточно сложно, и движения все достаточно сильные. Поэтому вылезать против рынка здесь, ну, достаточно авантюрное решение. Давайте посмотрим далее. Как мы видим, цена пробилась до следующего уровня FIBA. И также успешно от него отскочила. Те, кто здесь шортил, словили свой короткий стоп. В общем-то, ничего страшного, но тем не менее, вот данная свеча достаточно показательна. В том плане, что мы увидели достаточно резкий и сильный отбой от уровня Fibonacci. Что, возможно, дает нам повод думать о наборе позиций. Давайте смотреть далее. Цена немного вернулась к уровню, даже пробила его. Здесь я жирные черты отметил уровень 50, не стал оставлять сетку, но уровень 50 оставил. Видим, что цена достаточно уверенно дошла до уровня 50, возможно, где дошла буквально пару пунктов. И сразу от уровня 50 очень сильный отскок. Напоминаю, что мы торгуем, получается, уже около 4 часов. За этот момент у нас было несколько довольно верных сделок с короткими стопами. Тем не менее, цена двигается в рамках диапазона от, между, по сути, двумя уровнями Fibonacci. Fibonacci от 50 до 36. Давайте смотрим, что делать далее. Опять же, торговая идея на данный момент. Возможно торговать здесь, возможно продавать, точнее, здесь. И целью ставить себе уровень 50. Как вариант, не знаю. Более подробно еще в заключительной части вебинара рассмотрим этот пример и посмотрим, что можно было делать. Комди решил прогрузить слайд. Итак, цена вновь вернулась довольно высоко. Сбила короткие стопы, которые здесь стояли. И снова вернулась к уровню черной свечей. Вот здесь вот интересная картина. Могу сказать, что это самый конец часа, конец свечи. Посмотрите, что произошло. Большая белая свеча, после которой было черное тело, которое мы видели, которая снова вернулась в такой довольно длинный пивот-бар и закрылась с очень маленьким делом. Для тех, особенно, кто был на предыдущем вебинаре, хотелось бы узнать мнение, о чем это может нам говорить и что при такой ситуации делать. Опять же, мнение расхоже. Либо торговать по тренду пин-бар, что было бы, в принципе, вполне логично. Но, опять же, нужно рассчитывать, на сколько хватит рынка. Мы видим максимумы и мы помним, что там находится круглое число. Нужно быть крайне аккуратным. И здесь длинная позиция также является рискованным вариантом, равно как и короткая позиция. На мой взгляд, лучшее решение здесь это переждать. Есть идея по поводу еще одного отката вниз. Посмотрим, что было дальше. Откат вниз был верным вариантом. Итак, цена снова вернулась к уровню консолидации, который сложился вот здесь. Я бы не назвал это консолидацией, но скорее уровень концентрации цены, если можно так сказать. Тем не менее, мы видим, что здесь находится довольно значимый уровень, вокруг которого цена крутится уже на протяжении 4 часов. И вот, что было далее. В общем, с чем все это дело закончилось. Цена вновь вернулась к 50% коррекции по FIBA. То есть, опять же, уровень, который мы видим еще ранее, могли наблюдать. То есть, вокруг этого уровня также цена ходит довольно сильно. Да, практически точно, буквально пару пунктов перешла цена. И вот конец нашего кейса, по сути, то, чем закончилась торговля в этот день, если можно так сказать, до открытия торговой сессии в Америке. Цена ушла во флэт, во флэтное движение на границе уровня 50% коррекции по FIBA. Какие выводы мы можем сделать из данного кейса, из данного примера, подведем их чуть позже. А сейчас вернемся к нашей теории. То, о чем, собственно, я хотел бы рассказать вам и поделиться своими какими-то мыслями в течение сегодняшнего вебинара, сегодняшнего часа. Итак, главной нашей задачей является поиск моментов выхода из рынка. То есть, все мы знаем инструменты Stop Loss и Take Profit. Я уверен, что все ими пользуются. Не нужно лишний раз объяснять, что это такое. Для тех, кто, может быть, не слышал, есть определения. Опять же, определения довольно вольные, их довольно много. В любом случае, это торговый инструмент или торговая заявка или ордер, выставленный в торговом терминале трейдером или инвестором, с целью уграничить свои убытки при достижении ценой заранее определенного уровня. Думаю, что комментарии здесь излишни. Все понятно, интуитивно. Все знают, что такое Stop Loss. И я постарался накидать варианты работы с Stop Loss. И в первую очередь в голове появилась такая схема. Трейдеров можно условно разделить на две категории. Одна из них больше, другая меньше. Те, кто ставит стопы и те, кто вообще их не ставит. Начнем с тех, кто вообще их не ставит. Как бы не забавно это звучало, но такая позиция также имеет право на существование. Однажды на одном форуме я видел человека, который укладывал свой statement и свою торговую систему, по которой он вообще не ставил стопов, исходя из мысли, что рано или поздно рынок так или иначе вернется в данную фазу, в данной цене. И тогда уже, в общем, смысл торговой позиции в том, что рано или поздно цена все равно пойдет в его уровни. Не знаю, как дела у этого трейдера сейчас. Надеюсь, все хорошо. Но, тем не менее, я бы все-таки столкнулась ко второй категории людей, которые ставят стопы. По поводу предыдущей, я вижу два возможных исхода такого, два возможных сценария такой торговли вообще без стопа. То есть, первый сценарий – это позиция возвращается в плюс, и рано или поздно трейдер получает свою прибыль. Вторая ситуация, второй сценарий – это стоп-аут, слив депозита, когда при ежедневной фиксации маржинальной прибыли у трейдера просто не остается ликвидности, чтобы поддерживать свою позицию. Более интересный вариант, на мой взгляд, это ставить стопы. Я привел несколько примеров, на что можно ориентироваться при установке ордера стоп-лосс. Первое – это надлоу свечи. В данном примере я разбирал короткую позицию. Более детально рассмотрим на примерах после этого слайда, но сейчас общими словами постараюсь рассказать, что я имел в виду. Итак, если мы открываем короткую позицию, уровень стоп-лосс мы можем поставить над хай предыдущей свечи. Здесь небольшая опечатка, прошу прощения. Над хай свечи или текущей, либо предыдущей. Здесь, в общем-то, все просто. Далее. Да, здесь опечатки. Над локальным максимумом, если мы продаем, над локальным максимумом. Опять же, я смотрю максимум по фракталам. Возможно, кто-то еще использует, возможно, кто-то использует другие инструменты. Далее. Над глобальным максимумом, если, опять же, при короткой позиции над глобальным максимумом, при длинной позиции над глобальным минимумом. Под глобальным минимумом, точнее. Здесь немного перепутано. Также посмотрим на графики. Ну, в общем-то, для определения глобальных максимумов и минимумов рекомендуется просто-напросто использовать более большие таймфреймы. То есть, если мы торгуем на три дня, то желательным таймфреймом будет дневной график. Если мы торгуем по индикаторам и осцилляторам, то мы ждем обратного сигнала тренда у осциллятора, либо обратного сигнала осциллятора. Кроме того, мы можем ждать формирования обратной разворотной и разворотной свечной или графической модели. Могу сказать, что из того, что я видел, так делают в основном более долгосрочные и среднесрочные трейдеры-инвесторы, которые действительно торгуют свинг, то есть торгуют разворот тренда. И сигналом для разворотной тренда служит, собственно, или свечная, либо графическая модель обратно. Более конкретно хотел бы поговорить про трейлинг стоп. Сегодня он уже упоминался. Действительно, говорят, что трейлинг хорош на сильных импульсных движениях. Правда, могу сказать, что, ну, по крайней мере, мое мнение стоит в том, что таких движений на рынке, особенно на рынке форекс, не так много. Все время идет борьба продавцов и покупателей, объем ликвидности огромный, поэтому очень однонаправленные движения сейчас, большая редкость, и даже на non-farm payrolls, на самой сильной фундаментальной новости, движения отнюдь не равнонаправленные. О чем вы могли убедиться в пятницу на предыдущем вебинаре, когда мы в режиме онлайн разбирали новость по безработице в США. Тем не менее, трейлинг стоп – это тип стоп-лосса, который двигается вместе с движением цены и постоянно откладывается на определенное расстояние от текущей цены. Из недостатков трейлинг стопа могу привести то, что он не работает при выключенном терминале, то есть, если вы выключаете терминал, то трейлинг фиксируется на одном моменте. Кроме того, если вы используете трейлинг стоп, то вам нужно грамотно рассчитать уровень трейлинг стопа, то есть расстояние в пунктах, за которые трейлинг будет двигаться за текущей ценой. Но, опять же, трейлинги очень часто собираются рынком. Думаю, что те, кто пробовал торговать, рано или поздно сталкивались с такой ситуацией. Следующий пример – это стоп-лосс точно над хай-свичей. Надеюсь, что все увеличили график, насколько это можно, и все видят то, что я постарался нарисовать на графике. Смотрите, здесь классическая ситуация, которую мы разбирали еще в прошлом моем вебинаре, касаемо Price Action, то есть мы здесь видим разворотный пивот-бар, подтверждение в виде черной свечи, и затем начался нисходящий тренд. В данном случае можно было поставить стоп-лосс, уровень стоп-лосса установить точно над хай-м пивот-бары, хай-м самой высокой свечи. Такой вариант здесь бы выгорел, то есть здесь стоп-лосс мы бы не поймали. Далее, похожая ситуация – это стоп-лосс над локальным хай, опять же с отпечаткой почему-то написал, но немного с запасом. Из того соображения, что мы здесь видим, что следующий за пивот-баром свеча почти достало предыдущего максимума, и в любом случае здесь был шанс зацепить уровень стопа. Глобальный хай. Я комментировал, что это такое. Кружком постарался отметить тот самый пример, который разбирали на предыдущем слайде. То есть это та же самая точка на рынке, только в более глобальном измерении. Здесь, исходя из предыдущего слайда, мы продавали, но стоп-лосс мы могли бы поставить не над текущей свечой, а над глобальным максимумом, который был у нас почти неделю назад. Но тем не менее, это довольно безопасная зона, при выходе за которую короткий трейдер, то есть трейдер, который осуществлял короткую позицию, наверняка бы ошибся в своем прогнозе. И если бы цена преодолела глобальный хай, то цена развернулась и пошла бы дальше. Далее. Если мы торгуем по индикаторам, в примере я привел самый простой из них, на мой взгляд, среднюю скользящую. То есть если мы торгуем по трендовому индикатору и входим, как я показал на графике, при пересечении ценой трендового индикатора, стоп-лосс мы должны фиксировать прибыль, мы должны фиксировать убыток, я бы даже сказал, мы должны при обратном пересечении. Это касается как стоп-лоссов, так и тейк-профитов. Об этом мы будем чуть позже также говорить. Но для трендовых индикаторов и осцилляторов на самом деле все очень просто. Сигналом для закрытия позиций, выхода из рынка, в любом случае, угадали мы или не угадали, служит обратный сигнал трендового индикатора или осциллятора. Хотел бы более подробно остановиться на таком моменте, как локирование позиции. Очень немногие трейдеры используют это в торговле, но, на мой взгляд, инструмент, по крайней мере, очень перспективный для изучения. Что такое локирование позиции и как применять его вместо стоп-лосса? Есть мастера, которые делают это очень удачно, и процент их прибыльных сделок на самом деле очень высок, и количество прибыльных сделок сильно превышает количество убыточных. Локирование позиции – это открытие позиции таким же объемом, но в противоположную сторону от нашей главной позиции. То есть цель – это переждать коррекционное движение, если такое есть, и дождаться возобновления прежней тенденции. На рынке, особенно на рынке Форекс, периодически бывают так называемые выбросы, когда происходит сильное волатильное движение, которое сбивает стопы. И в такой ситуации, если мы все-таки придерживаемся мнения, что рынок все-таки вернется в текущую фазу и продолжит текущее движение по тренду, локирование – неплохой вариант для того, чтобы не потерять ликвидность, не потерять деньги и остаться в рынке. Еще один инструмент, о котором также мы сегодня говорили, – это передвигание стоп-лосс-приказа, стоп-приказов без убыток. На мой взгляд, это отличный инструмент для минимизации убытков, но есть недостаток, поскольку очень многие часто торопятся с передвиганием стопов без убыток. Действительно, для сохранения нервных клеток, для уверенности в своей позиции, особенно при переносе позиции через ночь, это отличный инструмент, но очень часто при коррекции в ходе перспективной, на первый взгляд, сделки, стоп без убытки фиксирует нулевой доход по потенциально прибыльным позициям. То есть, грубо говоря, когда вы, если вы ставите стоп-приказ на уровень без убытка, то есть в плюс один пункт, как это обычно делается, вы должны понимать, что, вы должны точнее знать, что ваш стоп-лосс работает только при, только если вы оказались неправы в глобальном масштабе, то есть если пересечение этого стоп-лосса будет значить глобальный разворот рынка и смену тенденции с текущей на противоположную. И, наконец, поговорим о втором типе стоп-заявок, take profit. Опять же, нет смысла присутствующим говорить о том, что это такое. Это уровень, на котором вы собираетесь закрывать позицию прибыли. Здесь, опять же, два варианта, как действовать с такими лимитными ордерами, с ордерами такого типа. Первый вариант – это ставить их в систему, то есть прописывать точную котировку, по которой вы закройте позицию. Второй вариант – это принимать решение на ходу, то есть смотреть на рынок и закрывать позицию руками. Начнем со второго. Что может служить вам сигналом для закрытия позиции руками? Прежде всего, это разворот осциллятора и трендовый индикатор, о которых мы говорили ранее. Либо, на мой взгляд, это может быть консолидация, остановка цены, то есть концентрация быков и медведей в одном месте, и где уже непонятно, кто из них победит, то есть в какую сторону будет импульс. В ситуации, когда вы не понимаете, что происходит на рынке, лучше зафиксироваться и закрыть вашу позицию руками. С тем, чтобы ставить take profit в саму систему, то есть прописывать ее в терминале, более интересно. Опять же, возможно, здесь немного напутано, поскольку презентацию делал буквально в последний момент. Посмотрим для короткой позиции, что может стать сигналом для закрытия сделки. В первую очередь, это ближайший локальный уровень сопротивления, но в данном случае для короткой позиции это уровень поддержки, до длинной, соответственно, уровень сопротивления. То есть, если вы думаете, что цена от какого-то текущего уровня может отбиться в другую сторону, вы можете не рисковать, не переждать коррекцию и закрыть прямо сейчас. Далее, предыдущий противоположный фрактал. Посмотрим на графики, что это такое, чтобы более детально понять. Это очень похоже на ближайший локальный экстремум, то есть локальный минимум или максимум. По фракталам мне, опять же, нравится этот инструмент, никому не хочу навязывать, но довольно точно определяет экстремум и, на мой взгляд, достижение или пробой предыдущего фрактала это хороший вариант для фиксации прибыли. Если цена двигается в рамках какой-то фигуры, к примеру, канала, либо треугольника, уровень тейк-профита, именно внутри, подчеркиваю, то тейк-профит можно ставить на уровень границы и этого канала, и фигуры, но, опять же, как вариант, не совсем на сам уровень, а чуть-чуть ниже или выше, то есть чтобы тейк-профит был немного не доходя до уровня, поскольку цена может развернуться в противоположный момент. По наблюдениям именно так, как происходит, цена может развернуться в противоположную сторону, не дойдя до самого уровня, и в таком случае вы упустите прибыль. ФИБО-коррекция, здесь, опять же, все понятно, если вы чувствуете разворот тренда, точнее, если вы торгуете по тренду, и сейчас идет какая-то коррекция, при пробое какой-то коррекции по Фибоначчи можно смело закрывать позицию, к примеру, очень часто используют уровень 50 как ключевой, если цена проходит уровень 50, значит, вам пора фиксировать прибыль или убыток, чтобы у вас сейчас не было, с тем, чтобы избежать дальнейших потерь. Отличным показателем тейк-профита может быть круглая цифра, поскольку в большинстве случаев от круглых цифр рынок так или иначе отбивается. Будет это глобальный разворот тенденции, либо локальный откат, никто не знает, но, тем не менее, зафиксировать прибыль на этот момент было бы грамотным решением. В разных графиках Здесь я изобразил, вертикальными линиями изобразил сигнал осциллятора, в данный момент это стахастик. То есть мы видим, что у первой вертикальной линии у нас по стахастику прошел сигнал на продажу, то есть пунктирная линия пересекла основную, и в этом моменте мы продали. Ну, грубо говоря, мы могли это сделать. Видим, что чуть далее стахастик показал разворотную модель, то есть основная линия пересекла пунктирную, и на этом моменте можно было зафиксировать позицию, мы получили обратный сигнал, и видим, что цена здесь немного скорректировалась, затем, правда, пошла далее, но, тем не менее, неплохой, опять же, вариант для фиксированной позиции, довольно точный. Далее смотрим. Трендовый индикатор. Здесь с синими зонами выделил торговый сигнал, который мы получили от индикатора Moving Average. При пересечении цены, при пересечении ценой линии Moving Average мы получили сигнал на продажу, стрелочка отметил. Чуть позднее, уже, правда, после, на начале нового тренда мы получили обратный сигнал, немного запаздывающий, но, тем не менее, мы его получили. Обратный сигнал для покупки. Здесь можно было фиксировать нашу прибыль. Опять же, можно посчитать, какое бы число у нас не получилось, мы точно знаем, что оно положительное, то есть мы бы зафиксировались в прибыли. Смотрим далее. Здесь мы видим уровни поддержки и сопротивления. А, нет, здесь мы видим, прошу прощения, фиксация конкретным финансовым результатом. То есть мы, к примеру, можем четко определить уровень стоп-лосса и тейк-профита. Очень многие так делают. К примеру, уже перед началом торговой сделки вы знаете свой максимальный риск на сделку и ожидаемую прибыль, которую бы вы хотели получить без, избегая особого риска. Пример. Стоп-лосс 20 пунктов, тейк-профит 100 пунктов. Здесь обычно используют технику положительного мат-ожидания, то есть идея состоит в том, что одна прибыльная сделка перекроет несколько убыточных, даже проведенных подряд. То есть, грубо говоря, одна прибыльная сделка в 100 пунктов перекроет убытки по четырем предыдущим неубыточным торговым позициям. Здесь мы взяли за основу прибыль в 100 пунктов. Мы видим, что после фиксации нашей прибыли цена еще очень далеко ушла далее, но тем не менее мы забрали свой кусок пирога и ушли с рынка. В принципе, обижаться здесь не на кого. Думаю, что опять же может быть довольно интересный вариант, особенно для начинающих и тому, кто не умеет или не может по каким-то причинам более детально или более верно искать уровни поддержки и сопротивления на рынке. Консолидация. Совершая торговую позицию, мы надеемся на более наклонный тренд, то есть, что позиция пойдет либо почти вертикально вверх либо почти вертикально вниз. Смотрите, здесь показаны ситуации длинной сделки, то есть, покупки. На уровне консолидации мы увидели пробой уровня сопротивления, довольно сильное восходящее движение, после чего цена снова вошла во флэт. Именно на этом флэте предлагается закрыть позицию, исходя из данного определения. То есть, когда цена уходит в боковик, мы не знаем, что произойдет далее, могут набираться или позиции на покупку, или позиции на продажу, и тогда уже мы закрываемся и ждем следующего сигнала на пробой. Опять же, очень хороший вариант, если волатильность на рынке сильно снижается и у нас нет рисков отбоя в противоположную сторону, то отличный вариант именно на коррекции закрыться, причем это работает практически для всех таймфреймов. Я, к примеру, использую это на 5 минутах довольно удачно. То, о чем я говорил по поводу фракталов, именно противоположных фракталов, здесь показана, здесь разобрана короткая сделка, сделка на продажу. От синей зоны, как я отметил на графике, мы продали и видим чуть левее и ниже фрактал противоположной направленности, то есть фрактал вниз. Ну, если рассматривать короткую сделку, то получается, что у нас этот фрактал будет по направлению нашей сделки, по тренду. И при достижении ценой уровня предыдущего фрактала противоположной направленности, или, грубо говоря, противоположного фрактала, который направлен по стрелочке, на котором направлено по направлению нашей сделки. Здесь мы можем закрыть позицию, видим, что здесь это, опять же, сработало довольно успешно. Цена после возврата к уровню открытия позиции ушла ниже, но, тем не менее, здесь был отличный вариант зафиксировать прибыль. Последнее, наверное, о чем в рамках разговора о тейк-профитах будем, что будем рассматривать, это торговля в канале. То есть, если вы рисуете на графике какой-либо канал, уровнем поддержки и сопротивления для вас являются границы этого канала. В какую бы сторону вы ни открылись, стоп-лосс и тейк-профит четко рассчитаны и передвигаются вместе с движением канала. То есть, если вы совершаете короткую позицию от верхней границы канала, тейк-профит вы должны передвигать вместе с движением цены за уровень сопротивления, то есть, за верхнюю границу канала. Тейк-профит, опять же, можно держать где-то, чуть не доходя до уровня поддержки при короткой сделке. Еще один интересный инструмент, о котором хотел бы поговорить. Инструмент очень сложный, инструмент очень дискуссионный, они много говорят, некоторые используют, некоторые боятся. Это усреднение, то есть, открытие позиции против основного рыночного движения. Это основная особенность этого инструмента. Усреднение используют для минимизации убытков, точнее, я бы сказал, даже для максимизации прибыли. То есть, если у вас есть четкая уверенность в том, что цена все-таки пойдет в ваше направление и у вас есть ощущение, что в данный момент цена находится в фазе коррекции либо короткого отката, вы можете докупить вашу позицию, то есть, добавить объем в вашу уже на текущий момент убыточную позицию. Почему делать это не рекомендуется, особенно начинающим? в большинстве, в абсолютном большинстве случаев, когда начинающий трейдер совершает усреднение, это приводит к сливу депозита. Что я предлагаю? Как приемлемый вариант использования инструмента усреднения. В первую очередь, это усреднение вблизи границы канала или линии поддержки или сопротивления. То есть, в любом случае, ниже чуть на данном слайде я написал, наверное, главную аксиому, которую придерживаюсь при использовании усреднения, это короткий стоп. В любом случае, если вы собираетесь усредняться, вы точно должны знать максимальное количество раз, которые вы можете себе позволить усреднить вашу позицию. То есть, грубо говоря, если вы открыли длинную позицию лотом 0.1, цена пошла против вас, у вас есть две возможности усредниться, вы сами выбираете, где вы это будете делать, но, тем не менее, больше определенного лимита уходить не стоит, поскольку здесь можно, если вы не правы в вашем видении рынка и рынок идет против вас, то у вас есть отличная возможность потерять весь ваш депозит, чего, соответственно, не хочется. Главное правило, которого я и многие другие придерживаются в рамках использования усреднений, это наличие короткого стопа. То есть, если цена подходит довольно близко к уровню вашего стоп-лосса, то вы можете усредниться и в случае, если цена все-таки развернется в вашу сторону, вы получите двойную, а то и тройную прибыль. Действительно, звучит довольно аппетитно, но инструмент действительно очень рисковый. Хочу упомянуть также о принципе Мартингейла, о котором мы много спорили на форуме FreshForex. Опять же, те, кто еще не в курсе, призываю присоединяться к нашему обсуждению. Разговаривали о принципе Мартингейла, очень много писали по этому поводу, очень много сторонников и противников этого способа. Опять же, подведу, наверное, итог, промежуточный итог нашей дискуссии. Принцип Мартингейла изначально пришел не с финансовых рынков, не с Forex. То есть, это принцип, который использовали в основном базартных играх казино. И казино, который заключается в том, что если переводить это на язык финансовых рынков и Forex, если вы находитесь в убытке, если ваша позиция на данном рынке является убыточной, то вы можете докупить вашу позицию двойным объемом или большим объемом. И таким образом, если цена вернется на прежний уровень, от которого вы открывали первую позицию, то вы уже будете в отличном плюсе. Принцип Мартингейла можно трактовать по-разному. Некоторые трактуют его как удвоенная позиция после потерь. Опять же, мне этот вариант не слишком подходит, не буду никому ничего навязывать. Опять же, я постарался, чтобы вебинары проходились абсолютно точно не в форме мастер-класса и чтобы мы вместе с вами разбирались в рынке и делали какие-то общие выводы. Тем не менее, возвращайтесь к приемлемым вариантам использования усреднения. В первую очередь, это наличие короткого стопа и усреднения в районе, вблизи границ канала и уровня поддержки и сопротивления, от которых вы будете отталкиваться при установке стоп-лосса. Далее, это зоны набора позиций и пивот-бары, разворотные бары. То есть, чуть позже на графике, буквально через несколько минут покажу более подробно, что я имею в виду. И опять же, на коррекциях. Если вы считаете, что рынок вошел в фазу коррекции и вы не слишком удачно зашли, вы можете открыться уже по новой цене, более нижней, более низкой, имея в виду то, что рынок находится в фазе коррекции и пойдет по тренду далее, на чем вы сможете неплохо заработать. Давайте посмотрим на графиках некоторые из этих вариантов. Что я имел в виду здесь? Здесь мы видим довольно сильный нисходящий тренд, на котором мы видим несколько коррекционных движений. На этих коррекционных движениях, например, если мы открылись в самом начале этого розового квадрата, где-то в этой зоне, и рынок вернулся в фазу коррекции, я здесь в принципе отметил, если мы вошли по вот этой зеленой свече или белой свече, и рынок вернулся в фазу коррекции, рынок вернулся наверх, к откату, откатился наверх, то мы можем заново совершить короткую позицию уже от этого уровня, считая, что рынок все-таки пойдет вниз. Вы видите, что в данной ситуации, если бы мы провели усреднение именно по вот этому сценарию, мы бы заработали. Смотрим далее. Еще один инструмент, который в принципе схож с усреднением, но на мой взгляд является еще более опасным и авантюрным, это добавление объема позиции. Я смог вспомнить только как-то придумать только два варианта, при которых есть смысл добавлять позицию, если цена идет в вашей стороны, то есть добавлять объем, открывать новые позиции в вашу сторону. То есть это прохождение каких-то локальных уровней, если рынок практически всегда идет по уровням, и если рынок пошел в вашу сторону и пробил еще какой-то следующий локальный уровень, то есть смысл безусловно или не безусловно, есть смысл добавить объем с тем, что рынок пойдет еще дальше. Но если рынок скорректируется или пойдет не в вашу сторону, вы понимаете, что средняя цена вашей позиции уже будет гораздо выше и при открытии длинных позиций соответственно, то есть ваша средняя цена сделки будет уже гораздо выше и если рынок в глобальном смысле развернется, то вас ждет очень неприятный убыток. Либо это откаты, то есть если рынок идет равнонаправленно в каком-то направлении, предположим, это восходящий тренд, то на нисходящих откатах можно также добавлять позицию. Посмотрим на графики. Если график плохо видно, при увеличении вроде бы можно разобрать, что здесь нарисовано. Предположим, что вот от этого уровня мы совершили длинную позицию, то есть купили и цена пошла в нашу сторону и здесь случился небольшой локальный откат, на котором можно было опять же добавить вашу позицию и цена дальше идет вверх в рамках тренда, в рамках растущего восходящего движения. Еще раз остановлюсь на том, что инструмент достаточно рискованный и если среди нас есть те, кто на рынке очень недавно, то лучше не торопиться и либо попробовать данный инструмент усреднение и добавление позиций в тестовом режиме на демо-счете либо крайне малым лотом, просто чтобы понять. Это вся теоретическая часть, о которой хотел бы поговорить сегодня. Давайте вернемся к примеру, который мы разбирали в самом начале и уже с учетом тех инструментов и методик, о которых мы говорили в рамках теоретической части, попробуем посмотреть, выросли бы наши показатели доходности и смогли бы мы сделать что-то по-другому. Итак, самый первый слайд, который у нас был, это небольшая черная свеча, напомню, что еще до новости, я рассматриваю агрессивный вариант, то есть это продажа после пивот-бара. Под пивот-баром я понимаю именно текущую свечу, секунду, потерял я курсор, да, итак, именно вот этот бар я могу интерпретировать как пивот, то есть, во-первых, он находится недалеко от предыдущего уровня консолидации, от уровня набора позиций, могу также считать вот этот уровень уровнем сопротивления, хотя я очень слабым, никогда не стал бы ориентироваться на него как уровень отката, от которого цена отобьется, но тем не менее здесь можно здесь можно очень рискованно с очень коротким стопом сделать короткую позицию, которая бы сработала. Опять же, идеальный вариант это закрыть позицию прямо в конце бара, но абсолютное большинство может смутить то, что произошло так называемое голое закрытие, то есть, черная свеча, на которой закончился час, нарисовалась без нижней тени, то есть, самым очевидным вариантом было продолжение движения вниз. Тем не менее, если не успели закрыться после черной свечи, возможно добавление позиций, то есть, мы получили уверенность каким-то способом в том, что цена пойдет вниз, и здесь мы можем добавить свою позицию, но опять же, так делать крайне не рекомендуется, и я бы, если бы не успел закрыться в данной свече, я бы остался в позиции с коротким стопом выше уровня предыдущей черной свечи. Смотрим далее. Здесь самым очевидным вариантом, как мы уже и решили в начале часа, это частичные фиксации прибыли. Смотрим далее, что можно было сделать. Самый разумный вариант это то, по сути, о чем мы также говорили, это закрыться здесь. Еще, как мы смогли бы использовать один из инструментов, о котором говорили сегодня, это залакироваться. То есть, если мы точно не знаем, куда пойдет цена, либо она пойдет дальше пробивать уровень 50, либо она вернется на новости, опять же, либо она вернется наверх и будет пытаться пробивать уровень сопротивления, в любом случае мы могли бы залакироваться и просто закрыть одну из позиций, когда настроение рынка было бы уже более или менее понятно. Смотрим далее. основная идея данного сценария, то есть, мы видим, что белая свеча практически достигла уровня предыдущих максимумов и идея, которую я, наверное, торговал бы я, это продажа с коротким стопом. Опять же, объем нужно было бы выбирать здесь очень маленький, поскольку все-таки движение идет в рамках фундаментального фактора, фундаментальные факторы сильно давят на цену и практически непонятно, что может здесь быть, но цена теоретически могла отбиться от этой зоны либо прямо от текущего уровня, от предыдущего локального максимума, либо от где-то здесь, от зоны предыдущих продаж. Но мы видим, что короткий стоп у нас сорвало и заработать здесь было не получилось. Цена идет далее. Здесь я не оставил никаких комментариев с тем, что цена, по сути, идет равнонаправленно и абсолютно непонятно, где здесь заходить в позицию, куда ставить стоп. Если мы, к примеру, войдем в покупку прямо на этом уровне, то совершенно непонятно, где мы будем фиксировать наш убыток, если цена прямо от этого уровня начнет движение вниз. Цена более-менее доходит до уровня нулей. И идея набора позиций у круглой цифры. По набору позиций я имею в виду набор коротких позиций, то есть микролотами, микрообъемами в несколько раз меньше нашего стандартного торгуемого объема можно было бы пробовать здесь набирать короткую позицию. Когда цена уже перешла через круглую цифру, через уровень, был смысл также продавать и иметь в голове какой-то иметь в уме какой-то фиксированный стоп в районе 15-20 пунктов. Когда цена вернулась обратно к нисходящему движению, то есть к предыдущему уровню, к уровню по фабианачи, к чему угодно, мы могли фиксировать прибыль, которую получили и продав от круглой цифры, либо держать позицию далее. Здесь, в общем-то, ни один из наших инструментов помочь бы нам не мог. В любом случае Take Profit мы могли бы ставить в район предыдущего фрактала, который сформировался бы здесь. Я пытаюсь показывать курсером на графике, надеюсь, видно. То есть Take Profit мы могли бы фиксировать, ставить где-то здесь, либо могли бы сейчас закрывать позицию на основании того, что мы не совсем понимаем, что происходит на рынке. Мы не знаем фундаментальных данных, статистики и так далее. Здесь частичная фиксация единственный приемлемый вариант. Когда мы вошли в консолидацию, то здесь уже не остается ничего делать. Мы увидели отбой по 38,2. В принципе, мы это с вами уже обсудили. Можно сделать единственный вывод, то, что цена дошла до предыдущего локального максимума. если бы мы зафиксировались на вот этой цене, мы бы, в принципе, небольшую часть прибыли упустили, тем не менее, закрылись бы с очень хорошим профитом. Что у нас далее? Какая идея может торговаться здесь, когда цена вновь вернулась к такому небольшому уровню, который начал уже складываться на данной отметке? Здесь идея, опять же, продажа с коротким стопом. Основная идея, почему мы здесь можем открыться, это то, что математическое ожидание нашей позиции высокое, то есть положительное. Потеряв 15, рискуя где-то 10-15 пунктами, то есть коротким стопом, у нас есть возможность получить довольно высокую прибыль, продав с уровнем ожидания цены где-то в районе 50% коррекции по FIBA. Смотрим далее. идея наша бы оправдалась, если бы мы продали прямо здесь, а точнее нет, у нас бы сработал короткий стоп, прошу прощения. Опять же, цена вернулась к уровню, можно было с коротким стопом теперь уже покупать. Можно было переживать, потому что на рынке опять же происходит болтанка. И уже когда нарисовался такой бар, у нас уже ничего не остается делать, как либо продавать с коротким стопом, с тем же самым, либо покупать, но на таких сильных высходящих движениях, если покупать, то нужно очень грамотно рассчитывать money management и торговый объем на покупку. То, что я пытаюсь сейчас делать, это просто накидать примерные варианты того, что можно было делать в данной фазе рынка. Так как мы разбирали этот пример в начале часа, мы видим, что произошло при продаже, то есть мы уже помним конечный результат. Цена вернулась к уровню открытия, то есть то, с чего начиналось по сути к уровню, где начинались фундаментальные данные, где выходила статистика и цена зафиксировалась, вошла где-то на этом уровне. Уже можно самостоятельно посчитать, как бы сделали вы и сколько могли бы вы заработать или потерять. опять же, отвечая на вопрос, который есть в чате по поводу приведенных инструментов анализа. Сейчас мы стараемся полагаться только на чтение графиков, то есть на инструменты и методы анализа рынка, которые мы разбирали полторы недели назад, то есть по торговлю по паттернам, по price action. Безусловно, если вы торгуете исходя из индикаторов Parabolic или опираясь на уровни FibuWear, то вы можете откладывать Take Profit и Stop Loss относительно данных индикаторов. Это скорее относится как раз к той части презентации, где мы говорили о торговле с помощью технических инструментов. Так как я склоняюсь больше к попытке чтения графика и торговли по тому, что называется сейчас price action, все-таки мы стараемся исходить из торговли по уровням и опираться на них, на эти уровни и выставлять лимитные ордера именно исходя из того, где цена находится в данный момент и вблизи какого уровня она находится. На этом, в общем-то, все. Такие выводы хотел бы сделать из сегодняшнего вебинара. Вывод первый, который лично я сделал для себя, это то, что важно ставить стопы. Я все-таки не склоняюсь к тем людям, которые считают, что рынок рано или поздно вернется к текущим уровням. Я сторонник стопов и сторонник завершать. Если торгуете внутри дня, то скорее всего вы должны внутри дня и заканчивать. Заговорюсь. Итак, стопы ставить нужно, важно и необходимо. Это нужно делать всегда. Многие успешные трейдеры говорят, что как только вы открываете позицию, вы сразу должны поставить стопы. Это неотъемлемый вариант любой торговой позиции. Можно найти кучу примеров, когда при открытии позиции и надежды на то, что вы сможете закрыться руками. Рынок очень неожиданно выстрелил в ту или иную сторону. Опять же, вы не можете контролировать все фундаментальные факторы, которые особенно на рынке Форекс имеют крайне большое значение. Второй вывод. Необходимо учитывать новостной фактор. Действительно, новости, даже если вы не ориентируетесь в статистике и у вас нет времени, даже нескольких секунд, для того, чтобы посмотреть и сравнить данные с предыдущими, нужно понимать, что любая новость, любая важная новость, которая оценивается аналитиками высоко, в данном случае аналитиками Фрешфорекс 3 звездочки, эта новость скорее всего вызовет большой ажиотаж на рынке, возникнет ситуация большой волатильности и скорее всего будет резкое движение в ту или иную сторону. И к этому нужно быть готовым. Торговля от короткого стопа несет положительный мат ожидания. Это один из, если не главный, принцип торговли наиболее по моему мнению успешных трейдеров, то есть при торговле на свинге, то есть если вы стараетесь ловить хотя бы более-менее продолжительные движения на тренде, если вы торгуете по тренду, вы должны понимать, что одна ваша прибыльная позиция должна перекрывать несколько убыточных. Если вы соблюдаете этот принцип, то короткий стоп рано или поздно принесет вам доходность. И потерять несколько центов не страшно, если ваша цель несколько долларов. По сути, этот принцип заслуживает того, чтобы его придерживаться. Четвертый вывод это то, что частичная фиксация прибыли ведет к минимизации рисков. Если мы собираемся доказать, если мы хотим доказать гипотезу о том, что минимизация и рисков ведет к максимизации прибыли, то этот инструмент частичной фиксации прибыли может созвучить нам очень хорошую службу. По поводу усреднения, вывод, который лично я сделал для себя, то усреднение это инструмент, который лучше использовать при наличии короткого стоп-лосса. То есть, если вы усредняетесь недалеко от стоп-лосса, то опять же шанс на точнее, то это будет хорошим подспорьем для минимизации убытка. И вы не сможете потерять большую часть или большую или большую часть своего депозита на одной убыточной сделке. И последний вывод по поводу добавления объема позиций по схожему инструменту с усреднением это то, что это крайне рисковые операции, которые не рекомендуется делать начинающим тем, кто только начинает свой путь по дороге к пониманию финансовых рынков и рынка Форекс, в частности. Это все, о чем хотел рассказать сегодня. Надеюсь, было интересно. Надеюсь, все сделали для себя определенные выводы. Возможно, кто-то узнал что-то новое. В любом случае, я благодарю всех за внимание. Если есть какие-то вопросы, я в течение еще какого-то времени буду в чате и смогу на все ответить. Желаю всем удачных выходных, вопросы, комментарии, жду по электронной почте. Отвечу на вопрос, что вы считаете коротким стопом. Опять же, это зависит от вашего мани-менеджмента и объема вашей торговли, объема, который вы торгуете. Коротким стопом в внутренней торговле я считаю 15-20 пунктов максимум. Это для меня короткий стоп. При срабатывании такого стопа я потеряю очень малую долю своего депозита, при том, что цели можно ставить в несколько раз выше. При торговле на 5-ти минутах стоп может быть в районе 7 пунктов и менее. Это зависит от конкретного входа сделки. Короткий стоп является, на мой взгляд, самым лучшим фильтром для открытия позиции. Это то, о чем я говорил на позапрошлом вебинаре в рамках разговора о Price Action. Если вы видите неплохой вход в рынок, но в случае, если вы откроете позицию стоп будет большой, то риск по сделке будет для вас неприемлем, вы лучше отложите эту позицию и дождетесь идеального момента для входа в рынок. Нужно понимать, что одна убыточная позиция вынудит вас в дальнейшем торговать более рискованно. Если вы не совершили сделки и не потеряли, то вы по сути совершили две сделки. То есть вы могли сначала потерять и потом заработать то же самое. Избежать этого вы можете просто не входя в рискованную позицию и искать идеальный вход в рынок, чего я желаю вам учиться и чему я учусь сам на протяжении долгого времени. Удачных выходных, всего доброго, отключаюсь, жду вопросов в чате. До свидания.